До конца этого года на территории региона будет завершена регистрация некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. По принципу спасения утопающих – дело рук самих утопающих, жители будут собирать деньги на ремонт своих многоэтажек. Ответственность за все действия фонда несет правительство Ивановской области. Накопление средств не на счетах управляющей компании или каких-то других организаций, в какой-то степени служит гарантией того, что при смене управляющей организации или каких-то других изменениях, деньги, накопленные гражданами на ремонт своего дома, никуда не пропадут. На территории Ивановской области более 15 тысяч многоквартирных домов. По предварительным подсчетам, на их капитальный ремонт нужно 25 миллиардов рублей. Жители ежемесячно будут платить 5 рублей за каждый квадратный метр своей квартиры. Средства будут накапливаться на лицевом счете дома. В доме 3050 квадратных метров, это общая площадь жилых помещений, при минимальном размере взноса за капремонт 5 рублей, собираемых денежных средств в год составит 183 тысячи рублей на капитальный ремонт. Если взять, например, крышу, стоимость крыши такого дома ремонта составляет порядка 1 400 000 рублей, то за 7,6 лет можно, исходя из 5 рублей, накопить на ремонт такой серьезный, дорогостоящий, как ремонт крыш. Программа рассчитана на 30 лет. В порядке очередности за это время планируют капитально отремонтировать все многоквартирные дома региона. Сюда не входят аварийные многоэтажки и дома блокированной застройки. В первый же день после новогодних праздников на всеобщее обозрение будет опубликована программа. Все дома Ивановской области, которые у нас расположены в границах муниципальных образований, будут отражены в программах по каждому конкретному году и с видом работы. Примерно в апреле жителям начнут приходить новые квитанции. Ставка в 5 рублей для всех единая. Ильгот не предусматривает. Власти не исключают, что на старте могут столкнуться с серьезным недовольством жителей. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.